Привет всем зрителям моего канала! Сегодняшняя тема у нас бюджетная изгородь из пузыреплодника обыкновенного. Его никто не ест, он очень недорого стоит, неприхотлив к влаге, может расти в полутеней, на солнышке отлично. Дополнительно он еще и цветет, но у него есть некоторые особенности по стрижке, так как он очень быстро растет, надо их учитывать. Сегодня я вам покажу оригинальную стрижку, то есть именно для вот этой клумбы, как мы его хотим подстричь, чтобы он выглядел необычно, то есть это не обычный валик или квадратик, а именно чтобы это было красиво. И вам покажу все это в действии. Итак, меня по-прежнему зовут Роман, я занимаюсь ландшафтным дизайном уже 14 лет, для тех, кто здесь впервые. На заднем плане у нас присутствует изгородь, которую мы будем сейчас подстригать, она имеет симметрию. По центру расположена лавочка, это временное решение, вскоре здесь будет лавочка полукругом. Из-за того, что она имеет симметричную форму, мы будем истричь ее симметрично тоже. Сейчас я покажу, как это делается. Также, что касается замены этого кустарника на другие, то есть вы можете такую же изгородь формировать из различных кустарников, подходят сильно рослые кусты, такие как вигелла, форзиция, спирея вангута, спирея серая, калина бульданеш. Прекрасный кустарник, у него даже очень похожий алистван, только единственное, еще дает отличное цветение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прекрасно отрастает, вот, и буквально через пару недель здесь появятся новые веточки, и это все зарастет. Это не хвойное растение, можно так делать. Если вам нужна форма, вы стрижете именно как вам нужно. Ветки отрастут со временем. Ладно, и так сойдет. Мы подстригли нашу изгородь, можно увидеть результат, и я хочу показать вам поближе. Кстати, для тех людей, кто остался до конца видео, хотел бы рассказать пару лайфхаков. Один лайфхак, это можно заменить это растение калиной бульданеш. И она у вас еще мало того, что будет декоративная изгородь, так она еще будет прекрасно цвести. Но там есть свои особенности по стрижке, которых я расскажу позже. Здесь мы сформировали шар на краю большой. Вот, шар с этого, на этом углу. У нас дуга осталась под лавочку будущую, полукруглую. И с той стороны повторили этот рисунок. Также хотелось объяснить именно по нюансам стрижки крупнолистных кустарников. То есть, что именно нужно не делать. Если вы стрижете самшит, вы можете детализировать. То есть, вырезать какие-то мелкие впадинки, более детальные делать фигуры. Но с таким кустарником это не пройдет. Потому что он растет очень быстро. И ваш детализированный рисунок быстро пропадет. Поэтому стригите формы крупные. Пускай они будут кубиками, шарами, не важно. Но чтобы это был крупный-крупный куст. И желательно, чтобы он был с гладкими краями. Так как кустарник очень быстро теряет форму. Так как здесь. То есть, здесь мы сделали валик, шары. У нас здесь все клумбы полукруглые. И, в принципе, этот стиль мы поддерживаем и в нашей изгороде. То есть, не стрижем ее каким-то квадратом. А именно более в природной форме. А также, когда вы начинаете стричь изгорать. То есть, когда вы ее посадили только маленькой. Не отпускайте ее до такой высоты. Изначально надо подстригать. То есть, у вас куст отрос, например, на 40 см. Вы пополам его сбрили. Потом дали ему еще 40 см. Половину прироста опять сбрили. Таким образом вы ее загущаете. Потому что такие кусты, как пузыреплодник. Они стремятся расти как бы вверх. И для того, чтобы дать ему расщепление по веткам. Надо его постоянно стричь с самого маленького. То есть, не ждать, пока он выгонит вот такую ботву. И потом ее срезать. То есть, стригите их постоянно. Что касается по времени стрижки. Стричь этот кустарник можно в любое время. Несмотря на то, что он цветет. Но цветы, как правило, у него не представляют какой-то декоративной ценности. Как вы могли видеть, цветет он не везде. На ветках прошлого года. То есть, цветет так себе, скажем. Поэтому тут больше играет роль листва. Темно-зеленые листва. Также краснолистные сорта и золотистой листвой. Зеленые вы можете смешивать. Так как они по габитусу одинаковые. Вы можете делать контрастные изгороди. То есть, шары, например, красного цвета. Здесь золотистого. Именно сама основная изгородь. Ну и также можете включать в это дело зеленый. Можно лучше всего использовать два цвета, не больше. Для того, чтобы это не смотрелось винегретом. Либо зеленый-красный, либо зеленый-желтый, либо желтый-красный. На картинке, как здесь, покажу, как они выглядят, эти сорта. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии внизу, если что-то непонятно. Задавайте вопросы и также делитесь опытом. Всем пока!